Всем привет, с вами Гост, это самый легендарный трейдер на моём канале, да. Сегодня задам несколько вопросов с основателем ГОВ ГДПС, то есть ГОВу. Надеюсь, вам это видео понравится, потому что, ну, так скажем, я потратила на него немало времени, потому что почти всегда был залит, и мне всё равно пришлось отраваться в отдел, чтобы снять это видео. Поэтому, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И первый вопрос, который я вам задал, это «Как придумал Ника, почему удильщик?» История долгая, сначала про АВУ. Раньше, в 2020 году, я снимал в ТикТоке такую популярную игру, как My Singing Monsters, ну, как бы да, думаю, вы знаете эту игру. И мне очень зашёл один монстр по имени Фанглер, он являлся чем-то типа удильщика, но я решил поставить его на АВУ, в итоге нашёл в интернете арт, и поставил его на АВУ. Теперь про ник. Раньше, году так в 2019-2020, я очень хотел создать игру в жанре моба, ну, это что-то типа Бравла. И раньше она называлась Game of Survival, или же сокращённо Goz. И в итоге я понял, что с названием ошибка, плюс она скучная. В итоге переименовал в Game of the World, сокращённо Gov. Поэтому, когда я создавал ник в Дискорде Gov, был слишком коротким ником. И я добавил в конце приписку GG, Good Game. Ну, вроде всё. Второй вопрос. Расскажи немного о себе. Ну, и Gov отвечает. Меня зовут Дмитрий, я родился в Москве. Изначально увлекался играми по типу Brawl Stars и Minding Monsters, как и говорил в прошлом вопросе, и так далее. Поэтому я решил поиграть в ГД... Ой. Потом я решил поиграть в ГД, решил начать снимать в YouTube и стримить. Ну, а на третий вопрос. А именно, почему я решил создать ГДПС? Как бы он ответил во втором вопросе. Однажды на стриме мне предложили создать ГДПС, но я постарался и создал. И там пошло. Уже четвёртый вопрос. Сколько в месяц уходит на сервер? Или ты купил постоянную версию? Ну, и Gov отвечает. В месяц на оплату хостинга уходит 99 рублей. Но в скором времени мы планируем переехать на частный хостинг, который будет бесплатным. Теперь очень важный вопрос для тех, кто хочет создать свой ГДПС. Я у него спросил, как он набирал участников до пиара. Ну, и он ответил. В основном трафик приходил со стримов. И один из них залетел на 4500 просмотров. Ну, и также из-за видео про мою приватку на моём YouTube-канале. Ну, а дальше я задал мой вопрос, на который ждут ответ очень много игроков в GovGDPS. А именно, когда будет обновление. И расскажи про него поподробнее. Обновление, скорее всего, выйдет в начале июля. В нём мы планируем немного переделать главное меню, сделать платформер, карты и прочие штучки из 2.2. Поддерживаться обновление будет, как на ПК, андроидах. Но её с поводу модов и текстур пака не уверен. Но, скорее всего, поддерживаться тоже будет. Ну, и последний вопрос. Круми, ты зачем съел вопрос? Ладно, ладно, если без шуток, я ему сказал, типа, чтобы он сам придумал себе вопрос. И откуда узнал про ГД? Ну, и он отвечает. История тоже долгая. В 2017 году моя мама работала в детском саду. И после школы заходил к ней. И там, кружу, была девушка, которая спросила, это игра в Geometry Dash. Я сказал нет, так как не знал её, поэтому пришёл домой и посмотрел, что это за игра. Скачал на телефон, и она мне понравилась. На телефоне я прошёл первые пять уровней, а потом перешёл на ПК и пошло-поехало. Ну, что я могу сказать? Да только то, что это видео ждали целых пять дней. Потому что я его действительно столько снимал. Ну, как бы сначала само интервью проводил, потом монтировал. Как я уже говорил, у меня было много дел. Мне их приходилось периодически откладывать, чтобы по чуть-чуть хотя бы монтировать, снимать, озвучивать это видео. Поэтому я надеюсь, вы поддержите меня подпиской и лайком за мои старания. Ведь наша цель с вами 500 подписчиков. До неё нам ещё осталось чуть-чуть, меньше 100 подписчиков. Поэтому давайте, подпишитесь, пожалуйста. А также не забудьте поставить лайк, если вы хотите ещё одно интервью с кем-нибудь ещё. Но я думаю, что проведу ещё штук пять интервью и буду заканчивать эту рубрику, по крайней мере, на ближайшее время. Так как она не очень набирает этого, во-первых. Во-вторых, как бы, ну, вопросы уже становятся однотипными. И как-то так, да. Поэтому всем пока! Продолжение следует...